Кока-Кола Кока-Кола Которые есть везде Спрайт, 7-Up Более редкий Доктор Пеппер, Арсикола Это в том или ином виде Есть в большинстве стран Поэтому я так Немножко расскажу о Чуть-чуть более специфичных Для Америки, однако не менее Популярных здесь напитках Вот Сразу сделаю Небольшое отступление Вот, допустим, энергетики Естественно, здесь не продаются Алкогольные энергетики Нигде, по-моему В западном мире не продаются Алкогольные энергетики Поэтому это просто энергетический напиток Как Это достаточно популярно В Америке В нем написано Абсолютно zero Это значит, что сахара в нем нету Да, ноль калорий Вот, ну, естественно Как это так В энергетике нет сахара А кто же его будет пить Он же невкусный Ну, естественно Тут есть заменитель В данном случае Это сукралоза Ну Я не ученый Поэтому я не буду вдаваться Там Большие подробности Относительно Там Что лучше Что хуже Как оно работает И так далее Ну Насколько я просто понимаю Сукралоза Это достаточно старая штука Вот Ну, вот так Ну, энергетики здесь разные Продаются вот в таких банках По 473 миллилитра Да Это Америка Поэтому тут Миллилитры все переводится Не всегда ровно Соответственно Это 16 Унций Вот Значит Как я уже сказал Тут очень Ну, достаточно Скажем так Популярны Этические напитки Этические напитки Про акцировку Это звучит странно Вот И, допустим Mountain Dew Дает Честно скажу Купил Упаковку Случайно Хотел взять обычный Но Как бы Вот Взял случайно С полки Не Обычный А Значит Ноль калорий Вот В Mountain Dew Как и в большинстве Напитков Используется Не сукралоза Там Не Стевия А Аспартам Аспартам Ну, вот это Там Диабетики Знают Что это за лекарство Ну, даже не лекарство Сахарозаменитель Да, диабетики Знают про него И в целом Вот его добавляют Как правило В качестве Сахарозаменителя В большинство Напитков Вот Ну, у них Немножко Разный вкус Что у стевии Что у аспартама Да, что у реального Сахара Поэтому во многом Это может быть Дело вкуса Вот Другая штука Со спартамом Это фреско Это такой напиток Вот Он как бы Фруктовый Вкус Разный Вот допустим Есть Персики Цитрусовые Вот допустим Есть Black Cherry Черная вишня Ну В нем тоже Насколько я помню Аспартам Делается он Coca-Cola Company Ну Вообще Штука Довольно прикольная Но Чем так На любителя Вот Вот Пожалуйста Таких вообще Напитков Очень много И сразу Схожий Какой-то Бренд Я не знаю Что это Clear American Я это Честно Не знаю Это Моя супруга Это купила Вот Ну Black Cherry Тоже Тоже там Ноль калорий Тоже Я так подозреваю Да Аспартам Вот Впрочем Впрочем В Америке Довольно много Напитков Вкусных Напитков Которые Вообще Не содержат Сахара Подсластителей Или Чего бы то ни было Похожего Например Ну Этот бренд Я думаю Все знают Перье Вот Тут Он продается В таких Мажорных Баночках Вытянутых По 250 Миллилитров Вот Кстати 250 Миллилитров Перье Это Европейский Напиток Поэтому 250 Миллилитров В унце Это 8.45 Он Опять же Он Не сладкий Поэтому Если вы Хотите Просто Пить Газированную Воду С ароматом Пожалуйста Вполне себе Выбор Есть То же самое Из известных Мировых брендов Санкт-Легрино Продается Санкт-Легрино Продается В обычных Банках 0.33 Да Он же 12 унций Вот И Есть Швепс Швепс Здесь Такой Вот Тоже Это Ноль Калорий Он Не Подслащенный Как бы Он Вкусный В принципе Как и те Наверное Женое Любителя Потому Что Он Не Сладкий Вот Швепс Здесь Тоже Вот Такой Без Сахара Он Очень Разный Вкус Есть Просто Банально Закончится Ассортимент У меня Дома Закончился Поэтому Есть Только Апельсиновый Вот Вообще Что я Заметил Швепс Во всех Странах Ну По крайней мере В тех Иде я Жил Скажем Так Да Он Везде Разный То есть В России Допустим Да Он Есть Со вкусом Клюквы Вот Такой Красненький Я его Обожал Честно говоря Вот А В Израиле Допустим Швепс В совершенно Немножко В другом формате Позиционируется Такая Сващенная Такая Водичка Естественно Да Вот Тоник По-моему Там И этот Биттер Или как Он Они есть Везде Да По-моему Но Вот Именно Такий Основной Модельный Ряд Он Разный Соответственно Тут Швепс Популярен Сочнее Как Подфоказированная Вода С ароматизатором Ароматизаторы Вроде Как Да Натуральные То есть Естественно Это Нереальный Апельсин Но И Апельсин Здесь Ненатуральный Но Соответственно Сами Ингредиенты Натуральные Вот Еще Один Пример Винтаж Винтаж Не знаю Как правильно Произнести Вот Тоже Вода Тоже Без сахара Без Подсластителей С разными Вкусами Вкус Апельсина Пожалуйста Вкус Ой Господи Что я говорю Вкус Арбузов Слайма Вкус Апельсина Мне кстати Их не нравится Ну Другие Вроде Ничего Canada Dry Опять же Я же сказал Это очень популярная Тема Эти Безалкогольные Напитки Без сахара Вот Canada Dry Тоже делает Такие напитки Допустим Это вот Вишня С Гранатом Это Мандарин Апельсин Вот Опять же Без сахара Опять же Ну Довольно вкусно Что в жару Хорошо выпить И опять же Да Оно не сладкое То есть Если вы там Забудетесь о своем здоровье Ну Блин Пейте эту штуку Вроде как И не голая вода Вроде как Вкусно Canada Dry Производит не только Такую воду И наверное Может быть Самый популярный Их продукт Это Ginger ale То бишь Имбирный ale К сожалению У меня Ихнего имбирного ale Тут с собой нет Но у меня есть Имбирный ale Другой фирмы Sigrans Вот Sigrans Ну как вообще Любой имбирный ale Довольно вкусная штука Свеобразная Но вот В чем его Важная особенность Он не Какой-то Нерезкий Никакой Совершенно такой Приятный напиток Но он сладкий Соответственно Тут пишут На банках Как правило Число калорий В данном случае Это 130 На самом деле Это вроде как Килокалорий На баночку Вот Для сравнения В ванильной коле 150 В обычной коле 140 Ну в целом Напитки Они как бы Варьируются Ну может быть От 120 до 180 Килокалорий На банку Это те Которые с сахаром Вот Ну имбирный эль Знаете Попробуй Я знаю В Израиле Допустим Есть Швепс Имбирный эль Вот Тоже в Израиле Может попробовать Ну прикольная штука Ну как бы Еще раз напоминаю Это все без алкогольной Напитки Имбирный эль Он без алкоголя Ну вот В конкретном деле Есть еще Имбирное пиво Джинджер бир Вот Вот эта вот штука Ядреная То есть У нее В отличии От имбирного эля Очень яркий вкус имбиря И В целом Она такая Ну забористая И кстати Вот Насколько я помню Тут почему-то не написано Содержание калорий Ну вообще их 190 Видно 190 калорий Это наверное вот так вот Из напитков Которые я тут пил Наверное Это самый рекорд Вот Впрочем Пиво еще Безалкогольное Есть не только имбирное Есть еще Рутбир Рутбир Ну вот это Паркс Фирма Это наверное Самая популярная По крайней мере Вот из того Что я видел Оно часто есть В фастфудах То есть Ну Выбираешь какой-нибудь Напиток Там есть Кола Там всякое такое И Вот Из рутбира Как правило Паркс Тут 160 калорий В банке Вот Штука своеобразная Второе название Этой вещи Соспорило Если вы играли Допустим В Fallout Вы это слово Слышали И как например Моя супруга Она играя в Fallout Всегда хотела Его попробовать После того Когда она попробовала Трубир Ну она была Разочарована Ну потому что Ожидала Что спорило И чего-то больше А мне вот нравится Не знаю И я как бы знаю Людей которые тоже Его любят То есть Такая тема Как дело вкуса Вот Ну благо Как это Свобода выбора Выбор большой Вот Другая Ну это естественно Менее американская тема Потому что Лимонад Это Блин это лимонад Да Везде есть лимонад Вот Пожалуйста Минут Мэйд Тоже Это есть Во многих фастфудах И это наверное Самый такой Покулярный бренд Лимонада в банках Он сладкий 150 калорий на грамм По калорий на банку Он вкусный Мне он нравится И как бы В принципе Он есть тоже Розовый лимонад Он есть лайт То есть там 5 калорий всего Ну то есть Вообще Любой Практически Любой напиток Какой ни возьми У него есть лайт версия По-моему Сиграмс тоже есть лайт И там тоже Или ноль Или типа того Баркс пожалуйста Тоже есть лайт То есть В целом Если человек диабетик Или если человек Не хочет есть сахар Или если человек Просто бывает Любит Чуть-чуть другой вкус Ну пожалуйста Было бы желание Вот Естественно Опять же В Америке вообще Довольно жарко Между делом Поваря То есть я жил Тут недалеко от Нью-Йорка И в целом Казалось бы Нью-Йорк Ну это как бы Север США Но блин Это нифига не север Там В понимании Там россиянина Да Это я бы сказал Север в понимании Израильтянина Ну Не настолько Конечно тут жарко Но в целом Тут тепло Тут конкретно тепло И зимой конечно И снег Но в целом Вот хочется холодненького Поэтому Ice Tea Холодный чай Да Популярнейшая тема И в Америке Один из самых популярных брендов Это Arizona Вот он есть разный У меня тут есть Iced Tea With Lemon Flavor То бишь Лимонный И зеленый чай С шиншенем И медом Вот Прикольная штука Как бы я его попробовал Первый раз в Израиле Ну Мне нравится больше Чем Я не буду называть бренды Но все знают Да Такие Совершенно такие Популярные Потому что в России Продается В основном Взять Ти Он не знаю За счет чего Но как-то он такой Поинтереснее Немного Хотя С другой стороны Ну вот это Ну конкретно Черный чай С лимоном У меня к сожалению Нет тут сейчас Другого Другого популярного бренда Такого Чайного Это Ой Пиктлифли Пикли Я извиняюсь Что я его не помню Но Это такой популярный Вот луизианский чай Значит Луизианная Очень интересная кухня Когда-нибудь Про это Отдельно расскажу Ну Вот У них есть свой Такой Фирменный Луизианский чай Вот Он тоже есть В разных Исполнениях Там Подсващенный Неподсващенный С заменителями То есть Все Пятое Десятое Да Мне подсказали Правильное название Это чай Pure Leaf Чистительство Вот Что еще Ну Безусловно Да По понятным причинам Я не могу у себя дома Держать весь набор Напитков Потому что они еще продаются Как правило в супермаркетах Банками там По Ну Упаковками По 6 банок По 12 банок Ну Блин Я столько не выпью Мне даже банально Положить столько не Вот Что еще Вот допустим Недавно ехал я с работы Вышел из офиса И думаю Надо что-нибудь Купить шарко Все-таки Ехать далеко Ну И возвращаться в офис Как-то лень Думаю У нас там автомат стоит Ну Кинул доллар в автомат Взял Штуку Называется Типа Гавайский Какая-то Красная Ядреная штука Ну Сладкий Хотя Кстати Он не очень калорийный Но он сладкий И Как бы Язык у меня Потом Красный Был Вот Это я к тому Что напитков Очень много И как бы Они доступны В том же автомате Там какая-то Совершенно Какая-то Кола С какими-то Индейскими Мотивами Я еще вообще Никогда В магазине Не видел Но Тем не менее Как бы Вот есть На самом деле Выбор напитков Тут Очень большой И В магазинах Длинные ряды Оно все разное Вот Опять же Ну вот как вы видели Большинство банок Которые я показывал Это вот эти Ну обычные Да Классические 0.33 Ну допустим Здесь На 340 миллилитров Но В целом Где-то Есть Не так много Но баночки Меньше Я не знаю Наверное 8 унций Если это 12 Ну 8 200 Сколько 220 Я не знаю Типа того Миллилитров Вот Менее популярно Наверное Так вот Я не видел Люди Которые их пьют Но Тем не менее Оно продается В Пластиковая Тара Да Есть Всякая Я честно скажу Я покупаю Такие банки Может Они чуть дороже Но я их покупаю По той причине Что Чтобы не напиваться Да Этой сладкой газировкой Бываю Ну одну банку в день Там грубо говоря Да И я просто Открою Двухлитровую бутылку Ну я Двухлитровую бутылку За день не выпью Ну что наверное Не очень полезно Для здоровья Вот Из интересного Тут еще есть Всякие Там Да Латиноамериканские Лимонады К сожалению Ничего нет Но буквально Недавно Пробовал Что-то такое Колумбийское И вы знаете На вкус Очень напоминает Допустим Что-то типа Буратино Советского Что-то такое Очень похоже Вот Ну и вот Напоследок У меня есть Такая интересная Бутылочка Честно говоря Еще не пробовали Это Manhattan Special Espresso Coffee Soda Coffee Soda Espresso Я не знаю Я не знаю Что это И подозреваю Что это фигня Хотя может Может быть Понравится Кто знает Так или иначе Моя жена Просила Не открывать Бутылку Без нее Поэтому В этом видео Мы не узнаем О том Вкусная она Или нет Вот Спасибо Что смотрели Пейте Вкусный лимонад Или другие напитки Летом Всем пока Поехали